Я буду представлять следующего спикера. Это Александр Седрова, компания 1S Bittrex. В ее будет доклад о том, как изменились партнерские сервисы и программы. Прошу, Таша. Здравствуйте. В чем? Кликер. Верните. Удадим его, Таша. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Многих из вас знаю уже лично, кого-то вижу в первый раз. Партнерская сеть растет, это здорово. Вы знаете, цель этого доклада – рассказать вам о том, что мы делаем для партнеров внутри. Внутри партнерских программ, внутри партнерских кабинетов. Потому что мы действительно что-то делаем, но потом выясняется, что не все из вас об этом знают. А это очень полезные вещи, вещи, которые вы в том числе просите. Для начала хочу рассказать о самом большом изменении в 2016 году, которое произошло. Это разделение партнерских программ Bittrex 24 и Bittrex управления сайтом. Стандартно все вопросы в мобильном приложении. Итак, у нас теперь две программы. Два продукта, две программы. Казалось бы, что теперь происходит отдельно? Что это так сложно? Как воспринимается партнерами в первой прикидке? Отдельно подтверждаются статусы, отдельно начисляются баллы. То есть нужно работать на два кабинета теперь. Разные наборы NFR-ключей. Партнеры выводятся в разных списках. То есть нужно следить за позицией в списке в одном и во втором. По-разному теперь компетенции мы тоже размесли по разным кабинетам. Тяжело, сложно на первый взгляд. На самом деле, давайте посмотрим на все произошедшее в позитивном ключе. То есть что на самом деле дает разделение программ? Во-первых, клиентам легче стало выбирать себе разработчика, подрядчика на внедрение продукта. А так как клиентам стало проще, у вас появилось еще больше лидов. За счет того, что вы выводитесь в двух списках партнеров на посещаемых сайтах Bittrex.ru и Bittrex24.ru. У вас теперь есть две программы маркетинговой поддержки. Вы можете стать организатором семинара в программе Bittrex24, в программе BUS. Две формы заявки. Одна на разработку сайта, вторая форма на оказание консультации по Bittrex24. Управляемость внутренними процессами в кабинетах. С одной стороны, кажется, два кабинета сложнее следить. С другой стороны, все уведомления существуют отдельно. Все статусы отслеживаются отдельно. Вы никогда ничего не пропустите. Мы вам будем писать, мы вам будем напоминать. И разделение кабинетов. Вы можете ввести списки клиентов отдельно в кабинете Bittrex24 и отдельно в кабинете BUS. Ну и для новых партнеров, конечно, стало проще разделение программ, потому что им проще определиться, какая программа им действительно нужна для дальнейшего роста. Мониторинг качества внедрений. Сегодня про него уже говорили. Я хотела бы добавить несколько слов. Что вы просили у нас, честно скажу, давно просили, и то, что мы сейчас готовы вам представить. Раньше было как? Работает партнер над проектом, сдает его в портфолио, сдает по программе мониторинг качества, потом по каким-то причинам клиент уходит к другому партнеру. Либо клиент хочет сделать редизайн проекта. Повторная сдача проекта была невозможна. Что теперь? Мы реализуем, во-первых, многосайтовость и многоверсионность. Многоверсионность – это то, что я сейчас вам озвучила. То есть вы сможете пересдать свой проект через один год. Если вы работаете с клиентом, и он захотел какую-то переделку, вы переделали, сдали еще раз, получили еще раз баллы за проект. Чужой – через 6 месяцев. Это в том случае, если клиент вам перешел от другого партнера. Многосайтовость. Многие партнеры говорили, что разрабатывают проекты для холдинговых структур, где порой за каждый сайт отвечает свое контактное лицо отдельно. Сдать такой проект было невозможно. Теперь, сколько бы у вас сайтов не было сделано на ключе, дополнительных сайтов, каждый сайт вы можете сдать отдельно, отдельно получить за него баллы, и для каждого такого сайта указать контактное лицо, с которым мы будем связываться и проводить анкетирование. Также мы подключим монитор качества для коробочной версии Bitrix24. Это у нас когда-то было реализовано, потом приостановили, обновили технические тесты сейчас и готовы запустить снова. Поехали дальше. Следующее нововведение, о котором, к сожалению, тоже знают немногие, это каталоги цен. Знакомая ситуация. У нас акция. Мы об акциях объявляем не сильно заранее, за день, за два. Партнеры знают. На это есть свои причины. Что вы должны успеть за эти дни, к моменту запуска акции, поменять у всего огромного каталога цены вручную на ваших сайтах. Потом, когда акция закончилась, поменять обратно. Тяжело, долго, тратится много времени, допускаются ошибки. Цены выводятся неправильно. В общем, боль и страдания. Что мы сделали? Это уже работает. Мы сделали простые скрипты, которые будут подтягивать каталог цен. И с нашего сайта вместе с актуальными каталог товаров, вместе с актуальными ценами для всех продуктов. Bittrex управления сайтом. Bittrex 24, облако-коробка, marketplace, приложение 24. Для всех стран, у кого есть отдельные товарные каталоги. На экране видите пример получения данных. Пример формирования скрипта. Этот слайд останется здесь. Здесь вы получите потом презентацию, и все сможете найти на партнерском форуме. На данном примере, для, например, украинского каталога будет все то же самое, только вы указываете доменную зону UA. Ну и так далее. By, kz. И получаете эти файлы. Разбираете их на стороне. То есть настраиваете вывод на своем сайте, и фактически в тот момент, когда цены меняются у нас, они автоматом поменяются и у вас. Конструктор ролей. Тоже сделано по вашему запросу. Время идет, бизнес меняется. Очень у многих из вас есть удаленные сотрудники, которым вы хотели бы дать доступ в карточку, но как-то ограничить их возможности. У нас есть стандартный набор ролей, как вы знаете, там их порядка 6-7, в котором жестко прописаны доступы во все разделы сайта. Порой, на самом деле, в последнее время все чаще и чаще, это уже не удовлетворяет вашим запросам. Поэтому мы решили не расширять количество вот этих базовых ролей с жесткими правами, а сделать конструктор, с помощью которого вы сможете, во-первых, использовать наши какие-то базовые роли, которые мы для вас предусмотрели, создавать свои роли и указывать для каждой из них свой набор прав. Назначать пользователю базовые свои, менять набор прав каждой роли в любой момент времени. В базовых нельзя будет, в своих, пожалуйста, сколько угодно, хоть для каждого сотрудника свою роль. Хотите сотрудника повысить, там, не знаю, дать ему, расширить его права. Зашли в кабинет, открыли его роль, поставили галочку, все, у него права появились. Ну и также в обратном направлении. Для одного и того же пользователя, если вы являетесь участником программ обеих, партнерских программ, вы сможете назначать разные роли в разных кабинетах, то есть полный управляемый конструктор ролей. Но прежде чем это запустить, у нас, в принципе, это было все готово к концу года, 16-го. Но мы не рискнули, потому что была акция, потому что был лидер продаж, потому что подготовка конференции. Сейчас мы готовим такую процедуру обращения старых ролей в новые базовые и тестируем. Главное, чтобы не появились у каких-то пользователей те права, которых раньше у них не было, чтобы не дать лишнего. Вот сейчас мы это дело все тестируем. Обязательно подготовим для вас описание всей системы, описание каждой базовой роли и описание каждого права, которое в конструкторе ролей вы сможете использовать. Рест для Marketplace. Мы начали разработку Рест-методов для партнерского кабинета. Для чего? Сейчас в первую очередь для того, чтобы вы могли на своих сайтах автоматически выводить каталог из Marketplace и продавать решение Marketplace на своем сайте практически автоматически. Сейчас у нас проходит первый этап. Уже разрешена выгрузка данных из каталога Marketplace вместе со всеми фильтрами, которые там существуют. То есть вы можете вывести каталог решений на вашем сайте, предусмотреть фильтры, точно так же, как на нашем Marketplace, чтобы выводить, например, решение одного разработчика, либо чтобы посетитель вашего сайта мог выбрать себе решение по типу. Ну, то есть все фильтры, которые в публичном доступе на сайте Marketplace есть, они будут доступны у вас на ваших сайтах. Сейчас этап один находится на этапе, проходит тестирование. Мы приглашаем вас на портал для разработчиков. Вот эта ссылка приглашения, если вы хотите попробовать. Что дальше? Следующим этапом мы хотим сделать методы для управления купонами и клиентами прямо на вашем сайте. И третий этап – автоматизация работы с заказами, чтобы человек заказывал что-то, клал в корзинку на вашем сайте, оплачивал, автоматически проходила связка с нашим сайтом, оплата там, отметка об оплате, и отгрузка купона, отправка клиента. То есть полная автоматизация продаж. Ну и в дальнейшем, в перспективе, мы хотим, конечно, эту тему активно развивать и сделать рест для всего, что есть в партнерском кабинете. Так, время у меня есть еще. Очень быстро рассказала обо всем. На самом деле у нас есть так называемые бантики, это мы их внутри называем, так? Какие-то полезные вещи, они, казалось бы, небольшие, но они так упрощают жизнь, о которых при этом партнеры не знают. О некоторых из них сейчас готовы вам рассказать. Что есть? Возможно, вы используете это в своей работе, возможно, нет. Но вот хотела бы обратить внимание. Это только лишь вот такой небольшой набор, их больше. В кабинете Bittrex24 вы можете работать с заявками клиентов сайта. То есть в списке партнеров Bittrex24 есть возможность клиента отправить вам запрос. То есть зайти в вашу карточку и отправить запрос прямо оттуда. Клиенты же, они по-разному. Кто-то позвонить хочет, кто-то отправит. То есть кому как удобнее. Вы можете работать с этими заявками прямо в своем кабинете партнера. Связываться с клиентом, менять статус и так далее. Ну, отслеживать их, отсматривать. В кабинете Bittrex24 в списке клиентов вы также можете отслеживать окончание изменения тарифа каждого вашего клиента, чтобы не пропустить момент, когда ему можно будет предложить продление. Точно так же, если вы подключены к программе, а вы подключены к программе, получение вознаграждения за рекомендации Bittrex24, вы в кабинете можете увидеть размер начисления по каждому клиенту. То есть привлекли клиента, какой-то он по вашей реферальной ссылке зарегистрировался, зарегистрировал свой бесплатный проект Bittrex24. Через какое-то время решил, что ему нужно купить, перейти на платный тариф. Перешел. Раз, так как он был привязан к вам, вы увидели в своем кабинете начисление за него. Сколько вы получите. То есть полностью прозрачная статистика, начисление, выплат, все это есть в кабинете. Что про кабинет Buss? На самом деле, это удивительно, но меня попросили об этом сказать наши разработчики. Прямо вот сказали, скажи, не все знают. Что в кабинете Buss в списке клиентов вы можете прямо из кабинета продлить, купить продление для редакции. Не знаю, многие знают об этом? Одна рука сейчас была, что? А, четыре, пять. Но у вас тут больше, поэтому не все. То есть список клиентов, нам такая кнопочка есть в начале, нажимаете, и выпадает менюшка. И можно купить продление. То есть не думать, стандартное ему нужно, льготное ему нужно. Какое? Когда зашли, купили, все практически в полуавтоматическом режиме. По поводу Bittrex24 уведомлений на купленных суммах. У нас был такой интересный момент. Партнер стал, мы когда разделение программ запускали, получается, в начале февраля 2016 года, мы сделали таким образом, что все партнеры Buss, у которых есть хотя бы одна продажа Bittrex24, стали автоматически и партнерами в новой партнерке. То есть у них два кабинета, абсолютно легкий вход, никаких сложностей. Многие из них просто не знали, как там происходит, но есть и есть. Они подключились к партнерской программе Bittrex24, начали рекомендовать Bittrex24, ну в своей стандартной ежедневной работе просто клиентам. им стали накапливаться денежки, капать. Они как-то даже не думали об этом в одном кабинете, во втором. В тот раз они получают письмо. У вас накопилось 5000 рублей, заберите. Они им звонят, говорят, что это такое? Что вообще это, Bittrex прислал? Может быть, это какая-то ошибка? Говорим, да нет, вот у вас накопилось 5000, давайте подпишем договор о выплатах один раз в начале, и будете получать. Приятно? Мелочи приятны. Даже если вы пропустите первое письмо, мы напомним вам, когда там будет 30 тысяч, когда там будет 100 тысяч. Максимальный единоразово выплаченный счет у нас, вот есть партнер, который копил, 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 и потом раз и прислал нам акт на выплату 400 тысяч. Наверное, купил полавтомобиля, не знаю. И еще одна вещь, онлайн-чат с клиентами. Немногие знают, что в партнерской программе Bittrex 24 мы в этом году запустили две дополнительные компетенции, компетенция CRM и бизнес-процесса. И для тех партнеров, которые получили компетенцию CRM, предусмотрена возможность подключить онлайн-чат для своих новых клиентов прямо на портале. То есть смотрите, какая тут схема может быть. Вы работаете с клиентом, рекомендуете ему Bittrex 24, он, предположим, регистрируется по вашему промокоду или по вашей ссылке. Об инструментах привязки я расскажу в другом потоке позже, приглашаю вас тоже, это не тема этого доклада, там тоже очень интересно. Он автоматически привязался к вам, то есть это ваш клиент уже. И вы можете для таких клиентов выводить онлайн-чат прямо в их порталах, то есть это для новых клиентов только работает. Они могут задавать все вопросы вам. То есть вы можете посредством общения с клиентом прямо в портале вот эту вот какую-то допродажную подготовку проводить и, собственно, его склонять к тому, чтобы он купил. Ну и клиент будет, конечно, чувствовать поддержку, ему это будет очень приятно. На самом деле таких бантиков много. Жаль, наверное, это где-то может быть наша недоработка, либо от нас очень много всякой информации отправляете, что-то пропускаете, что-то нет. Но мы хотели сегодня, я хотела до вас донести, что мы делаем, что мы вас слышим. И вот, что я не сказала, самое главное. Собственно, когда все здорово рассказываю, а когда все это будет? Каталоги, цены, бантики, это все уже есть. Это я рассказывала про то, что работает. Мониторинг качества и конструктор ролей сейчас активно находится в стадии активного тестирования. И мы планируем в феврале 2017 года запустить. Рест для маркетплейс, первый этап, тестируется. Здесь, наверное, вам лучше будет задать вопросы Сергею Вострикову конкретно по этапам, как он планирует. Но работа ведется активно. Я думаю, что до летней партнерки все, что связано с рестом для продаж маркетплейс, для кабинета маркетплейс, оно будет реализовано. Я вас приглашаю на мой митинг-поинт, который состоится сразу после моего доклада за столиком возле зала. И обратите внимание на время митинг-поинта Сергея Вострикова, которому можно будет задать вопросы именно технические и организационные какие-то по РС. Коллеги, задавайте вопросы. Саша, спасибо тебе большое. Прекрасный доклад. Поаплодируем. Поздравляю Сашу. Первым будет не вопрос, а утверждение от Игоря. Приехать на партнерку и не прийти касается Сашеньки на доклад нельзя. Да, парни? Я думаю, что парни поддерживают. Спасибо. Спасибо. Пару вопросов по теме. Будут ли изменения в рейтингах партнеров? Мы что-нибудь планируем менять? В рейтингах партнеров сейчас уже были изменения. Мы будем что-то менять в рейтинге по Bittrex 24. Отстраивать его как-то более зависимым от разных компетенций, статусов партнеров. То есть продумывать все эти вещи будем по рейтингу партнеров Bittrex управления сайтом. Мы сейчас уже ввели новые показатели, которые влияют на место в рейтинге. Это наличие сертифицированных разработчиков, те, кто сдавали платные экзамены. Зависимость прямая. Постоянно спрашивают, как формируется, как влияет. Напрямую. Вот чем больше их и чем выше их уровень, базовый профессионал, потом будет эксперт, тем выше ваше место. То есть они влияют и у них довольно такой хороший вес. Формулу я вам всю, конечно, не могу раскрывать, но у каждого показателя, влияющего на место, есть свой вес. Самый большой вес – это наличие свежих проектов. И вопрос по определению места партнеров в списке, которые представлены в разных городах, что он получает, так сказать, оценку по всем своим представительствам. Видимо, волнует ребят, кто в городе, он приходит, что-то еще, мы несколько прокомментируем, что там же есть понятная, честная система, да, Губа, если партнер будет в разных городах, то как это учитывается в рейтинге и почему? Смотрите, сразу скажу тогда про страны, хоть вопроса не было, но так, чтобы логически выстроить. У нас сейчас, если партнер работает на разных рынках, то есть у него есть представительство, например, в Белоруссии, в России, в Украине, у него в нашей программе существует отдельная карточка на каждую страну. Ну, мне кажется, это логично, потому что рынки разные, компании разные, да, нельзя так сделать, чтобы в одной карточке партнера был московский партнер, крутой, раз он открыл представительство в Украине, украинские партнеры открывают список, раз появился кто-то на первом месте, они, как, да его даже тут, как, кто это вообще, мы тут работаем 10 лет на это место, появился и стал первым. Нет, для каждого, для каждой страны своя карточка, свой рейтинг, то есть отдельно там учитывают, накапливаются баллы. Мы можем для таких вот партнеров, у которых представительство в разных странах, дублировать только разработчиков, потому что мы понимаем, что разработка это вообще может быть какая-то удаленная команда, находящаяся в одном городе, да, и в наш век развитых интернет-технологий вообще не препятствие, территория какая-то. Мы можем дублировать разработчиков в разных карточках, но баллы накапливаются отдельно, места в рейтинге отдельно. Что касается городов теперь, города нужно подтверждать, то есть если вы указываете в своей карточке партнера 10 городов, что вы там можете работать, да, предположим, вы там, не знаю, откуда, из Москвы, но вы при этом, нет, лучше не из Москвы, а вы, предположим, там, из электростали. И вы указываете в дополнительные города свои, электросталь основной, потом, конечно же, Москву пишете, там, не знаю, Воскресенск, еще что-то какие-то, Московскую область. Мы проверяем наличие офиса в этих городах у вас. Сделано это для чего? Я сейчас только говорила про то, что территориальная распределенность вообще не препятствие и так далее, но сделано это для честной конкуренции. То есть чтобы, так как все города, участвующие в карточке, вы в рейтингах по этим городам будете иметь внутреннее такое же количество баллов, да, вот для формирования вашей позиции. Поэтому указывайте только те, где у вас реально есть офис, либо если вы удаленный какой-то очень регион, указывайте те, куда вы сможете приехать в течение часа. На машине, на встречу к вашему клиенту. Я ответила на вопрос или очень туманно? Я думаю, что более чем у тебя получится хороший и полный. Спасибо большое, Сташа, поаплодируем за прекрасный доклад. Я буду слушать следующего спикера на сцену. Спасибо. Коллеги, я видела руки, просто если остались, я вот здесь еще час на митинг-поинте, подходите. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.